МАСК Планируется, что Стартовавшая ракета выведет полезную Нагрузку на гелиоцентрическую орбиту Которая пройдет рядом с Марсом Так как пуск является пробным Единственной полезной нагрузкой стал личный Электромобиль главы компании Илона Маска Вишневый спорткар Тесла С одетым в скафандр водителем-манекеном Вполне возможно, уже в ближайшем будущем В таких скафандрах будут летать Астронавты компании Запущенный автомобиль сможет находиться на орбите Много лет, если ракета не взорвется При взлете. В мире всего 4 страны Которые располагают аналогичными Сверхтяжелыми ракетами США, Франция, Китай и Россия Ну и сейчас, да, тестируются Ракеты, которые называются Ангара, то есть они вот По-моему, в середине 2020-х годов должны Начать эксплуатироваться И вот у них, в частности, будет миссия Связанная с доставкой на Окололунную и околоземную орбиту Спутников ГЛОНАСС, то есть Вот такие задачи стоят Перед российской космонавтикой Но хочу также отметить, что Россия Все-таки сейчас фокусируется Не на освоении Марса, а все-таки На лунных программах И вот в ближайшие там 7-8 лет Планируется осуществить Первую лунную миссию За долгие годы Успешный запуск Такой ракеты будет означать, что Впервые в истории частная компания Смогла построить сверхтяжелую Ракету и запустить ее А дальше Мелова, Универ Ньюс